Аллах говорит, Велик говорит, Всевышний Аллах, Которому принадлежит все величие, вся власть, Он говорит, на все могущественным является. Он тот, который создал, Аль-Дады халак, аль-Маута, аль-Хаята, смерть и жизнь. Для чего? Для того, чтобы проверить вас, Кто из вас будет совершать самые лучшие дела, лучшие идеи. Только для проверки. То есть, есть четкое правило верующего человека, Четкий взгляд. Этот мир, он, как нам об этом Всевышний сказал, Только для того, чтобы нас проверить. Что мы будем делать? Не для другого. Если, допустим, какие-то радости, Они нам сопутствуют по пути этой проверки, Это просто милость Всевышнего Аллаха, Это подарок. По сути, на этой земле не должно быть никаких радостей. Радость будет только на том свете, настоящая радость. Здесь этот дом испытаний. И в другом месте Аллах говорит, «Бسم الله الرحمن الرحيم. «Бисм الله الرحمن الرحيم». Страхом, голодом, потерей имущества, потерей близких и плодов. И обрадуй, говорит, тех людей, когда я их испытал, Какими-то испытаниями, то, что его навсу не понравилось, когда я отправил, И кто это увидел над Всевышнего Аллаха, Кто сам раздылал, Их обрадуй, говорит, Всевышний Аллах, Это те, которые, когда их постигло какое-то горе, Любая мелочь. Горы — это не только, когда человек умрет и так далее. Даже когда свечка потухла, Пророк сказал, «Инна лиляху, инна илляихи раджаван». Мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. Тогда Аиша, ради Аллаха, говорит о посланнике Аллаха, Это же говорит мелочь. Всего лишь свечка потухла. Обычно, когда эти слова говорят, «Маат Аллаха, к Нему наше возвращение», Когда человек умирает, правильно? А это же, говорит, всего лишь свечка потухла. Пророк сказал, Даже, говорит, всякая мелочь, Которая приносит, говорит, трудность, горе верующему человеку, Это тоже, говорит, испытание. И кто будет говорить слова при любой неприятности, «Инна лиляху, инна илляихи раджаван», Этому человеку Аллах говорит, Вместо этой неприятности, что-то радостное говорит, даст. Вот человек едет, допустим, И его колесо, допустим, в яму падает. И он такой злится. Это же неприятность. «Инна лиляху, инна илляихи раджаван» Сказалу, все. За то, что вот эти слова произнесены осознанно, Всевышний Аллах сделает, Чтобы с нашим колесом ничего не случилось, И что-то лучшее, наоборот, произойдет. То есть любая неприятность, Когда мы увидели у кого-то проблему, То, что нам неприятно, Вот эти слова, если мы будем говорить осознанно, Что все к Аллаху, в любом случае, Это Аллах принадлежит, Вот тогда, говорит, Аллах у нас будет радость ухармить. Вот эти вот люди, Когда их постигла гора, И они сказали, «Мы от Аллаха к нему наше возвращение», Вот этих людей говорят о врагах. И вот, когда, говорит, У человека Всевышний Аллах забирает ребенка, Аллах, говорит, Ангела отправляет к этому человеку. И потом Аллах спрашивает у этих ангелов, Вы, говорит, у него ребенка забрали? Этот человек, этот ангел, говорит, Да, гормон ребенка забрали. Как он говорит? Которого ребенка? Самартуфуады означает плод его сердца. Радостью очей. Самую лучшую, самую любимую. Он говорит, ангелы говорят, да. И тогда, говорит, этот Всевышний Аллах, говорит, Как он отреагировал? Он инна лиляху, инна илляхи раджевен, Ишукру сделал? Они говорят, да. Тогда, говорит Всевышний Аллах, Ангелам, идите, говорит, брай И отготовьте, говорит, ему дворец. Вот так говорит Всевышний Аллах. Поэтому, вот это вот самое главное, Что такое сабра? Вот мы думаем сабру, у нас чуть другое понимание. Ишукру – это когда Всевышний Аллах, Нигмат, отправил своему рабу через чьи-то руки. Кто-то ему внимание сделал, подарок сделал, Любой Нигмат. И в этот момент человек не видит того, через кого Аллах ему отправил этот Нигмат. Когда он Всевышний Аллах, когда он Всевышнего куда видит, Когда он хюзурит, на Нигмат, не отвлекается и не отвлекается на кого, Через кого Аллах этот Нигмат ему отправил, Это видение, это шукру называется. Не обязательно, чтобы он говорил, Если, допустим, человек, Нигмат получил, Говорят, шукру, альхамду лиллях, Но Аллаха в сердце не держит, Он не видит источником этого Нигмата, Всевышнего Аллаха не видит, Это ведь не называется, шукром не называется. Вот настоящий шукру – видение хозяином этого Нигмата, Источником этого Нигмата Всевышнего Аллаха. А сабру что такое? Когда Всевышний Аллах через чьи-то руки нам отправляет Какую-то неприятность, унижение, допустим, Как мы хотели, например, кто-то не сделал и так далее, Если у человека сердце чистое, Он не видит этого человека источником этой проблемы, Своих неприятностей. Он видит Всевышнего Аллаха за этой проблемой, И он осознает, что это от Всевышнего Аллаха. Он говорит, инна лилляху, инна лилляхи раджирам. Все, нету проблем, заканчивается. Одним из величайших поклонений является Убрать этот вопрос «если бы». Скажите, так предопределил Всевышний Аллах, Говорит, пророк саллулу ассалям. Потому что слово «о есть ли бы» Откроет, говорит, врата Шайтана. Шайтан зайдет в наше сердце, И он, этот иман, будет кушать, кушать, кушать. Столько тысяч вопросов. Этот, почему так сделал? Тот, почему так сделал? Это все превратится в обиду. В плохое мнение о Всевышнем Аллахе. Обида и предательство. Это две родные сестры. От обиды до предательства Расстояния даже нету. Это одно и то же почти что. Когда Всевышний Аллах, Посланника Аллаха, саллулу алейху ассалям, Отправил к клеммине в городе Таев, Когда они его камнями забросали, Он как на эту картину посмотрел? Аллах ангела отправил, Чтобы их наказать за то, Что они его камнями забросали. И он говорит, На ангела внимания не обратил, Он говорит, О, Аллах, Я, говорит, не жалуюсь на твое предопределение. Вот эта вещь называется сабра. Естественно, Пророку саллулу алейху ассалям Было неприятно, Кровью истекало. Он хотел бы, Чтобы они ислам приняли, Чтобы они им уважение сделали. Но как он хотел, Они не сделали. Самому достойному человеку Вот эти вот недостойные люди Внимание не сделали. Не уважение проявили. Прогнали камнями забросали. И Всевышний Аллах Ему дает право, шанс Их наказать. Но он говорит, О, Аллах, Они говорят, Он не понимает, Что делают. Настал, говорит, На правильный путь. Это, Это что такое? Это пример верующего человека. Значит, Он видел за этими людьми, Кого? Всевышнего Аллаха. Значит, Он источником этой проблемы, Этих людей вообще не видел. Он не пустил шайтана. Если бы эти люди Меня послушались, Они ко мне не забросали бы. Не такой у него был подход. Верующий человек, Он не так смотрит. И вот, Ибн Ат-Аля, Сакандары, Говорят, Рахима Аллах, Если бы ты не в состоянии думать о Всевышнем Аллахе хорошо, Хорошее мнение о Всевышнем Аллахе, Это одно из величайших поклонений. Это самое, На что надеялись наши праведные предшественники, Начиная от пророка, Саллаху Али Ассалиму, Сподвижнику, И наше саллаху саллих, Ради Аллаху Анаху, Они на свой Ибадат Никогда не надеялись. Они Ибадат делали, Потому что Аллах им повелел Ибадат давать, Не ожидая вознаграждения. Единственное, На что у них была надежда, Это на хорошее мнение о Всевышнем Аллахе. Хорошо они будут себя вести, Плохо они будут себя вести. Если Аллах простит их грехи, У них проблем не будет. Если они будут хорошо себя вести, Если Аллах не примет их Ибадат, То тоже от этого Ибадата пользы не будет. А Аллах имеет право делать, Что хочет, как хочет. Даже Корокху Али Ассалиму, Он в хадисе даже говорит, По Аллаху он говорит, Нет, говорит, Прибежища, Нет убежища, От тебя, Кроме как к тебе. То есть он видит, Что всем Аллах управляет. Проблемы тоже от Аллаха, Испытания все от Аллаха. Поэтому на Аллаха обижаться, Кого-то подключать, В поддержку, Против хадара, Слушанного Аллаха, Искать помощь на стороне, Это будет глупым. Видите, Пророкху Али Ассалиму говорит, Нет, у меня, говорит, Место бежать, Убежища от тебя, Кроме как к тебе, говорит, Ты всем этим управляешь. Все эти действия, Которые происходят на земле, Хорошее и плохое, Это все Аллах действия. Вот это вот акрада верующего человека. И он говорит, Ибн Ат-Аля Сакандри, Если, говорит, Ты не в состоянии думать хорошо О Всевышнем Аллахе. Почему? Потому что он прекрасный Аллах. У Аллаха лучшие качества, Лучшие имена. Он великий. Если, говорит, О том, что он великий, Он себя так описал, Тебе этого недостаточно, О нем хорошо думать. Хотя бы, говорит, Думай о нем хорошо, Улучши свое мнение О Всевышнем Аллахе Из-за его отношения к тебе. Из-за того, Что Аллах тебе дал воздух, Дал религию, Ислам, Дал тебе здоровье. Из-за его отношения И милости, Их отношения к тебе, Хотя бы из-за этого Сделай, говорит, Хорошее отношение По Всевышнему Аллаху. Разве, говорит, Всевышний Аллах Сделал тебе что-то, Кроме как хорошее? Даже испытания, Которые нас касаются, Они же нас делают, На этой земле Уже крепкими делают. На том свете Аллах нам столько Вознаграждений записывает, Если об испытаниях Об этой порции говорить. А в другие времена, Когда нам Аллах Дает радость и так далее, Если мы шокру делаем, За это тоже Аллах нам вознаграждения записывает. Аллах всегда хороший для нас. Поэтому Будд говорит Лучшее мнение О Всевышнем Аллахе. И вот теперь он говорит, Толкуя Вот этот хикм Ибн Аталия Секандри Рахима Аллах, Люди, говорит, Делятся на два вида. Особенные люди И простые люди. Такие особенные, Такие достойные, Чистые люди, Чей язык, Чей айвадат, Которые внешне они делают, Соответствуют С его внутренним состоянием. Вот были же, например, Мунафики, Которые выходили Месте с пророком Сараллаху Алиусу На Газавад. Вот представьте себе, Это что за уровень Религиозности Должен быть у человека, Чтобы выйти И пойти на джихад. Но он мунафик. У него в сердце Нету имана. Он вместе с пророком Сараллаху Алиусу Рядом был. Но он был мунафиком, Однако. Он на жамаат намаз Места ходил. Он был готов Утром рано встать, На жамаат намаз Вот настоящие Избранные люди, Познавшие Аллаха, Они говорят, Имеют хорошее мнение О Всевышнем Аллахе Только потому, Что у Аллаха Прекрасные качества. Аллах говорит, Что он великий, Все им достаточно. Как бы Всевышний Аллах Их не испытывал, У них о Всевышнем Мнении Никогда не поменяется. А как понять, Поменялось или нет, Они будут довольны С тем процессом, Который происходит Вокруг него. Его ничто не обидит. А простые люди, Они говорят, Хорошее мнение О Всевышнем Аллахе Только из-за того, Что Аллах им Ниамату дает. И разница, Говорит, Между этими Двумя уровнями Такая явная Большая разница. Поэтому, Говорит, Нет, Говорит, Страха, Когда будут проблемы У особенных людей. Они никогда Не обидятся на Аллаха. Они продателям Никогда не станут. Но есть, Говорит, Страх, Если Всевышний Аллах Поменяет Вот эту нигмат, Если перестанет Давать Своим простым Рабам, У них, Говорит, Уже проблемы Могут быть. Они могут, Говорит, Хадаром Аллаха, Не согласившись Выйти из религии Всевышнего Аллаха. И когда, Говорит, Такое происходит, Хотя бы, Говорит, Скомните слова Всевышнего Аллаха, Где Аллах говорит Бисмиллях Бувает, Говорит, Что-то вам не нравится, Что-то вам неприятно На этой земле, Вашему нафсу Не подходит. Но это, Говорит, Благом будет для вас, Аллах Коран говорит. Хотя бы эти слова Вспомнил, Пусть, Говорят, Простые люди, Они, Говорят, Все время пытаются Держать себя На уровне Хорошего мнения Всевышнего Аллаха. Абду Саидни Абду Саидни Однажды, Говорит, Посланник Аллаха Посетил одного Больного человека И он ему говорит, Какое, Говорит, У тебя мнение О твоем Господе? Этот человек Говорит, О посланник Аллаха Хорошее, Говорит, Мнение Тогда он говорит, Хорошее, Абду Саидни Абду Саидни Думай, Говорит, О Всевышнем Как хочешь. Хочешь плохо, Думай, Говорит, Хочешь хорошо, Думай. Ибо Всевышний Аллах Говорит, Такое, Какое мнение О нем Верующий человек. Это думать, Это не головой думать. Сейчас любой из нас Например, Может подумать, Я думаю, Всевышний Аллах Простит меня Судный день. Это не такое мнение. Когда у человека Бывает Об Аллахе Хорошее мнение, Оно в сердце бывает. Первым признаком Хорошего мнения О Всевышнем Аллахе Это когда он Доволен Бывает Хадаром Всевышнего Аллаха. Вот. Потом В другом хадисе Сказано, Что Пророк Саидни Сказал, Хорошее мнение О Всевышнем Аллахе Является признаком Того, Что у человека Хорошее поклонение. Признаком Того, Что человек Правильно Поклоняется С пониманием Поклоняется Это чтобы У него Было хорошее мнение О Всевышнем Аллахе. И вот Однажды Говорит Абу Набр Рахиян Рахима Аллах Он говорит Он говорит Я ушел Чтобы посетить Язида Ибну Аль-Асвада Ради Аллаху Анхо И по пути Говорит Я встретил Вафилета Ибну Аль-Асвада И он тоже Говорит Захотел Посетить Этого Язида Ибну Аль-Асвада И мы вместе Говорит Пошли К нему Домой Он болел Он лежал Говорит Своей постели Когда Он увидел Говорит Спроси Если я это делаю Я отвечу На этот вопрос Если я сам Ибну Делаю Тогда Вафилет Ему Говорит Какое у тебя Мнение О Всевышнем Аллахе Он же болеет Сейчас же Не самые лучшие Времена И тогда Он ему Говорит Мое мнение О Всевышнем Говорит Что Всевышний Аллах Хороший Говорит То есть У меня Хорошее Мнение О нем И Тогда Он ему Говорит Радуйся Говорит Этому Больному Говорит Ибо Я слышал Как Посланник Аллаха Говорил Что Всевышний Аллах Сказал Я Таков Какого Обо Мнение Мой Раб То есть Если он Думает Хорошо Я хороший Если он Думает Что я Плохой Что я Его Накажу Я его Не буду Прощать Я его Проблемы Не решу Тогда Я говорю Таким Буду С ним Поступать И на Этой Земле И на Том Свете Вот Человек Допустим Сейчас Услышал Что Если Человек Хорошего Мнения О Всевышнем Аллаха Что Аллах Например Если Он Думает Что Аллах Его Долги Возмистить Аллах Его Долги Возмистить И Он Теперь Вот Решил Внушить Самому Себе Что Аллах Мои Долги Возмистить И Все Это Так Не Делается Когда У человека Мнение О Всевышнем Аллах Гывает Что Аллах Его Долги Возмистить Он Здесь Уверен Бывает Он Себе Ничего Не Внушает Он Уверен Бывает Что Аллах Долги Это внутреннее состояние, это и есть мнение о Всевышнем Аллахе. И как же, говорит, удивительно, когда человек, он, говорит, бежит от того, от кого ему некуда бежать, и он, говорит, ищет, говорит, то, что с ним места не останется. Вот человек убегает от Всевышнего Аллаха, от Вечного. Человек бежит от вечных сладостей, от рая, от пребывания вместе с посланником Аллаха, от этого всего человек бежит. А зачем он бежит? От этого к чему он бежит? К временному. То есть он хочет, чтобы на этой земле у него все было хорошо. Ему вообще без разницы, Всевышний Аллах обещал, ему за это испытание, вознаграждение не обещал. Ему без разницы, Аллах это все творит или не творит. Главное, чтобы на этой земле у него и Майшаком все было хорошо, и со здоровьем хорошо было, чтобы он был авторитетным человеком, чтобы не было унижения и так далее. И он говорит, что это сумасшедшее, удивление у меня. Я говорю, что понятно, что такого человека, который бежит от вечного к временному. Он говорит, когда фираум этим колдунам, когда колдуны и Муссу, алейхиссалям, когда собрались, колдуны же, они же поддержку делали фарауму, всякие вещи делали, и когда Аллах им показал через Муссу, алейхиссалям, чудо, они уверовали в него. Фираум спросил, кто вам разрешение дал? Вы что, без моего разрешения, что ли, решили уверовать во Всевышний Аллах? И они, как ответили они? Они сказали, бисмилляю рахмани рахмани, мы не будем давать тебе предпочтение, мы тебя не выбираем над тем, который, говорит, нам дал разъяснение, явные чудеса, показал о том, что Всевышний Аллах есть и так далее, и тот, который нас сотворил. Мы его, говорит, выбираем. Аллах лучший, и Он, говорит, вечный. Вот фараон, он что сделал? Он им обещал, что Он им даст нигматы, Он их сделает самыми приближенными, там во дворце будут и так далее. Столько нигматов обещал, почтений, все. Он также им обещал, если они за этим Муссу, алейхиссалям, последуют, что Он их накажет, Он их убьет, что Он их повесит на стволы пальм. Им вообще плевать было. То есть они, вот это временное, которое на этой земле, которая есть, они за этим не побежали от вечного, от Всевышнего Аллаха к временному фараону, от вечного Ахирата к временным благам, к почету, к сладостям, к нигматам, они за этим не стали бежать. Осознавая, что вот час их фараон, Он их повесит и убьет, они это выбрали. Поэтому будьте, говорят, похожими на этих людей, говорят, на этих верующих людей, говорят авторая техника.